Приветствую вас, земляне! Вот и пятая глава игры «Мое дитя. Источник жизни». Эту главу я поделю на две части. В первой нас ожидает поездка за пределы городка, а во второй парад в честь Дня Конституции, который заодно и День независимости, если я правильно помню. Погнали! Привет! Уже весна. Эй, Карим, ты выглядишь счастливой. Я счастлива. Мистер Берг отпускает меня домой на 15 минут раньше всех остальных. Таким образом, я могу избежать Загир. Мы обманываем Загир. Хе-хе, так мило с ним стремлю. Ага, мы хорошо ладим. Так много почты. Хе-хе-хе, так мило с ним стремлюсь. Хе-хе, так мило с ним стремлюсь. В новостях. Как попытка повысить количество добываемого дерева перед следующей зимой, шведские власти решили, что тем, кто добудет более 15 кубометров древесины у себя на территории, разрешат купить на 250 грамм больше кофе, по сравнению с обычным рационом. В новостях продолжаются работы по добыче частей из затонувшего военного корабля Блёщер. Один из двух пропеллеров был поднят с одна тока вчера, что означает добычу 12 тонн чистейшей меди. Блёщер лежит на глубине 90 метров. С возвращением! Они сегодня готовились к 17 мая, наш день Конституции. Скоро все будут праздновать и шествовать в параде. У школы есть своё место в параде. Эй, наверное, нам стоит приобрести флажок. Да, надо. Я очень жду парада. О, я почти забыла. Я нашла это плавающим в реке. Может, мы сможем из этого что-нибудь сделать? Чак-чак. Скоро уже в постельку. Всего-то было нормально. Мистер Перк помогает избегать задерж. Продолжай быть сильной, Карин. Буду. Почитаешь мне мою любимую сказку? Уже слишком поздно, Карин. А, успокойной ночи тогда. Пятое мая. Твоя тётя приглашает нас. Я думаю, будет хорошо для тебя встретить ещё кого-нибудь из своей семьи. И будет весело прокатиться на поезде. Давай надеяться, что это путешествие к твоей бабушке с дедушкой будет приятным и может быть началом более близких отношений. Доброе утро. Советское собрание. Мы должны предупредить вас, что мы не желаем видеть этого ребёнка-предателя в наш драгоценный день конституции. Для вашего же блага держитесь подальше. Ум-ну. С возвращением. Все в школе говорят о параде 17 мая. Это будет здорово. У нас есть флажки? Я не уверена, что это хорошая идея. Почему нет? Я хочу пойти. Ты помнишь плохих людей, про которых мы говорили? О. Я помню. Там может быть небезопасно. Это не честно. А. С полотенки. Почитаешь мне сказку, мамочек? Нет, может, завтра. А, споконная ночь тогда. Снаружи здорово. Эй, как прошел твой день? Мистер Берг сказал, что я могу пойти на парад. Он говорит, что присматривает за мной. О, мистер Берг действительно хороший. Он такой. Так мы можем пойти? Можем? Пожалуйста. Хорошо, малышка. Мы пойдем. Это будет здорово. Ням. Уже так поздно. Сказку перед сном было бы здорово. У тебя есть время? Уже слишком поздно, Казань. Ну, хорошо, тогда успокоим. Привет. Я проснулась. Смотри, мы получили еще почту. Кузь-кусь-кусь. Могу я получить флажок? Мы не можем его себе позволить. Понятно. О, наконец-то ты дома. Я хочу в постельку. О, ладно тогда. Я надеялась, что у нас будет флажок. Сказку перед сном было бы здорово. У тебя есть время? Уже давно пора спать. Ага, спокойной ночи. Доброе утро. Я готова к этому пиву. Ты купила флажок? Вот, держи, малышка. Спасибо. Я рада, что ты дома. Мы собираемся вместить в них бабушку с дедушкой и тетю. О, у меня с бабушкой с дедушкой? Они милые? Когда мы к ним поедем? Мы поедем к ним завтра на поезде. Ого! Я поеду на поезде? Это круто! Не могу дождаться. Это мне такая крутая? Спасибо. Я поставляю ее в своей комнате. Я с нетерпением жду поездку на поезде. Как быстро ездят поезда? Я не уверен, но достаточно быстро. Мы будем сидеть спереди? Я не думаю, что пассажиры могут сидеть спереди. О, потому что там должен сидеть водитель, да? Все нормально. Мы можем сесть в любом месте, где ты захочешь. Мы будем ехать минуты, часы, дни? Всего несколько часов. Это будет восхитительно. Подожди. Мы ведь и на поезде домой поедем, да? Да, поедем. Двойная поездка на поезде! Ух-ух! Чу-чу! Мы поедем на суперскорости! Эй-ей! А как много колес у поезда? Спорим, у него их много? Я не уверена. Все в порядке. Мы можем посчитать их завтра. Я пойду нарисую поезд. Интересно, сколько же колес я должна нарисовать? Это правда, что поезда супертяжелые? Это из-за пассажиров, да? Иногда да. У них даже бывает груз. А что это значит, груз? Это разные вещи, которые перевозят транспорт. Как еда и всякое? Точно. Но теперь время идти в постельку. Хорошо, хорошо. Я пойду в постельку, чтобы завтра быстрее наступило. Как ты думаешь, поезд будет красным? Надеюсь, что да. Это будет очень невероятный поезд. Почитаешь мне мою любимую сказку? Конечно. Здорово, спасибо. Доброе утро. Что не так? Поезд будет супер веселым. Ну что, если я ей не понравлюсь? Мы увидим, какого они типа люди. Я нервничаю. Мы поговорим с ними и посмотрим. Я буду там с тобой. Хорошо. Кусь-кусь. Уже пора идти, не так ли? Я сейчас вернусь. Хорошо. Я готова. О боже, о боже, о боже. Я раньше никогда не была в поезде. Это так удивительно. Посмотри на деревья. О, Гертруда, ты видишь, кто это? Посмотри на здание. Я думаю, это немецкий детеныш и сосчувствующий нацист. О, правда. Теперь, когда ты это сказала, я думаю, они у меня знакомы. Они просто пролетают мимо. Подумать только. Они пустили их на этот поезд вместе с нормальными людьми. Даже позволили остаться им в этой стране. Что ты думаешь, эти нацисты и крысеныши сделают, как только вырастут, а? О боже, да, это ужасает, когда понимаешь об этом. В самом худшем случае они опять сговорятся, чтобы захватить страну. О, нет! Мы будем на месте уклонения ока. И в лучшем случае они станут преступниками. Я читала, что 80% скорее всего умственно недоразвитые из-за своих кемов. Угу, да, и доклад писал всемирно известный психолог, не так ли? Да, эти ослабленные детишки никогда не смогут стать с кем-либо. Кроме как преступниками. О, я думала, они могут нас услышать. Кого волнует? Пусть слушают. Я бы плюнула на них, но это не стоит моего драгоценного времени. Давай поговорим о чем-нибудь более приятном. Слыхала? Король может и правда приехать в город. Да, я слышала, что король не ла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Нам нужно путешествовать на поезде все время. Жух! Хе-хе-хе-хе-хе. Поезда это здорово. Чу-чу! Ха-ха! О, вы уже здесь. Входите. Они здесь. Встречайте внучку. Так здорово собраться всеми здесь вместе. Так. У вас здесь приятное место. Какая-то девчонка. Она выглядит немного убого. Девочка, ты лентяйка. Так, подождите. Девочка, ты хорошо справляешься в школе? Ты не отстаешь ведь? Норвежцы трудолюбивые. Мы не простые люди. Не то, что люди вашего типа. Мама, пожалуйста, не говори такие слова. Карин умная и трудолюбивая. Я пригласила их, и ты сказала, что постараешься быть милой. Карин, ты знаешь, у тебя... У тебя глаза твоей мамы. О! Ты знаешь, она живет не так уж далеко, и вот... Даже не думая о том, чтобы пойти туда. Если это отродит, когда появится там, они отрубят ей голову. Не слушай их, Карин. Эй, девочка, смотри на нас, когда мы разговариваем с тобой. Ты не научила ее никаким манерам, что ли? А чего ты ожидал? Все, я с ним уходил. Выметайтесь тогда. Вы нам тут не нужны. И больше не возвращайтесь никогда. Мне так жаль насчет всего этого. Они бывают такие трудные временами. Они обычно милые люди. Но они очень нервничали по поводу всего этого. Я надеялась и не смягчаться, когда увидят маленькую Карин. Все нормально. Мы уже привыкли к такому. Вот. Я нашла эти бумаги в столе отца. Возьми их с собой, пожалуйста. Я опять прошу прощения за их поведение. Спасибо. Ты была очень добра к нам. И не упоминайте. Удачно добраться домой. Было очень здорово встретиться с тобой, Карин. Я не упоминала. Продолжение следует... Продолжение следует...